Добрый вечер, уважаемые телезрители! Как всегда, по четвергам после выпуска новостей мы начинаем свою работу в прямом эфире. И сегодня тема нашего прямого эфира – многофункциональный центр, вернее, его работа. В гостях в нашей студии сегодня директор многофункционального центра Ленинского района Николай Васильевич Бондаренко. Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые телезрители Ленинского района! Добрый вечер, Татьяна! Спасибо, что вновь пригласили меня в вашу дружелюбную студию. У вас очень приятно находиться и очень приятно давать интервью. Спасибо. Я думаю, что сегодня мы разговор построим благодаря отснятым сюжетам. И вначале мне хотелось бы, чтобы тот разговор, который начали в октябре, мы сегодня продолжили. В прошлый раз с вами общался Олег Федоров, да? Да. Вы тогда познакомились, можно сказать, с жителями района, как директор, рассказывали о себе, о центре и сказали, что у вас было очень много планов, особенно после Нового года. Да, было так много. Поэтому давайте я предлагаю посмотреть сюжет, который сняли наши корреспонденты, и потом мы уже поговорим. С удовольствием. Сюжет. МФЦ. Сейчас этой аббревиатурой уже никого не удивишь. Многофункциональный центр, который теперь называется «Мои документы», был создан три года назад. И тогда, по словам директора Николая Бондаренко, за сутки обслуживал всего 20-30 человек. А, к примеру, сегодня, в день, когда мы снимали этот сюжет, только к обеду госуслуги получили более 600 человек. Через МФЦ можно оформить паспорт, социальную карту, сертификат на материнский капитал, пособие на ребёнка и многое другое. В центре существуют жёсткие рамки по времени предоставления услуг. Как правило, посетитель ожидает своей очереди не более пяти минут. Внутренняя работа центра отслеживается через телекоммуникационную систему, разработанную Министерством государственного управления, информационных технологий и связи в Московской области. Программа очереди выстроена таким образом, что мониторить время ожидания в очереди, время оказания услуг может не только руководитель МФЦ или руководитель соответствующих структурных подразделений МФЦ, но и министерство наше. Ежедневные рабочие вопросы обсуждаются и решаются по видеосвязи с вышестоящим областным руководством. Все сотрудники МФЦ соблюдают региональный стандарт госуслуг. Это профессионализм, отзывчивость и приветливость. Нужно понять человека, в первую очередь, для чего он сюда пришёл, что он хочет получить, вникнуть в его ситуацию и как можно быстрее оформить ему заявление, чтобы он получил услугу. Каждый посетитель после оказания ему услуги может оценить качество обслуживания, поставив оценку сотруднику. Указом президента России уровень удовлетворённости граждан качеством госуслуг, включая муниципальные, к 2018 году должен составлять не менее 90%. Вот по той информации, которая есть на сегодняшний день, на территории Московской области они достигают 95%. То есть это достаточно высокий показатель. И действительно, как мы видим, по крайней мере на данный момент все посетители поставили единогласно положительную оценку. Ну, оперативность в принципе и о том, что о любых изменениях всегда сообщают, набирают, предупреждают, по документам помогают. Меня устраивает на все 100%. Вот Маргарита Владимировна очень хорошо к нам отнеслась, всё внимательно выслушала, всё записала, обещала помочь, достать нам необходимые документы. А мы напоминаем, что Центр госуслуг «Мои документы» в городе Видное работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Также существуют удалённые рабочие места в поселениях района, адреса которых можно найти на официальном сайте. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Итак, Николай Васильевич, Центр работает уже более трёх лет. Начиналось, наверное, всё потихонечку, да, с нескольких услуг. Сегодня сколько услуг предоставляет Ваш Центр? — На сегодняшний день более 200 услуг мы можем, имеем возможность предоставлять. Это не значит, что мы их предоставляем всех, потому что есть те услуги, которые наиболее востребованы, а есть услуги, которые не были востребованы жителями нашего района ни разу. Если мы будем говорить о тех услугах, которые востребованы, ежедневно приходят люди их получать, то это где-то порядка 50-60 услуг. Причём большую часть их в основном представляют услуги, которые связаны с Росреестром и кадастром. Это получение различных выписок, получение свидетельства о праве собственности на объекты недвижимости, всё, что с этим связано. — Около 50 услуг, насколько я знаю, Вы предоставляете по линии соцзащиты. Это ведь тоже наверняка такие услуги, которые пользуются спросом? — Да, по линии соцзащиты в настоящее время у нас очень актуально является предоставление этих услуг, потому что по соглашению между Министерством социальной защиты и Министерством госуправления большая часть услуг передана для предоставления через МФЦ. Поэтому и народу у нас стало значительно больше, и это потребовало за собой переквалификацию, вернее, дополнительную квалификацию наших сотрудников, дополнительное обучение наших сотрудников, чем мы сейчас и занимаемся. А так, да, соцзащита у нас сейчас достаточно большой процент. — Мне понравились очень Ваши слова, в которых Вы озвучили Вашу главную задачу. Вы сказали так, Ваши сотрудники должны работать в комфортных условиях и получать за работу хорошее денежное вознаграждение, а клиенты должны в комфортных условиях получать необходимые услуги. Выполняется эта задача на сегодняшний день и в полном ли объеме? — Ну, для совершенства пределов нет, как известно, да, во всяком случае мы очень стараемся. Что мы сделали за вот эти вот полгода, когда мы анонсировали вот эти вот задачи на прошлом прямом эфире? Во-первых, мы привели здание практически в полное соответствие со стилем «Мои документы». Жители района, наверное, обратили внимание, что потихоньку аббревиатура МФЦ уходит, более привычной аббревиатурой становится «Мои документы», даже когда нам звонят в колл-центр. У нас специалисты представляются центр «Мои документы», а не МФЦ, как ранее. Это общая задача, переход на новый бренд. У нас это получается. Мы переоформили все помещения в соответствии с этим стилем. Это касается и здания, которые у нас, центральные здания находятся, видно на школьной 77, и те помещения, которые нам выделены под удаленные рабочие места. — А у вас есть отделения, да, несколько отделений? — Да, во всех поселениях, которые находятся на территории Ленинского района, есть наши рабочие места. Всего у нас 11 рабочих мест по территории района. В каждом поселении есть либо одно, либо два, либо три рабочих места. Самое маленькое у нас, по-моему, это в сельском поселении Молоковское. Одно рабочее место, в остальных по два, по три рабочих места у нас. — Вот насколько действительно изменилось за вот это время? Мы уже сказали, да, о том, что вы постоянно что-то совершенствуете. Вообще, где вы берете вот эти вот идеи? Вы как-то смотрите, как работают другие центры, как-то у вас это все одинаково? Или вы что-то свое привносите в жизнь своего центра? — Ну, мы развиваемся. — Отличаетесь чем-то от других? — Мы развиваемся, так как любой организм, живой организм развивается, поэтому мы тоже развиваемся, мы совершенствуем, но у нас есть очень хорошая база. Летом прошлого года, как раз в июне месяце, был принят региональный стандарт деятельности многофункциональных центров на территории Московской области, разработанный именно госуправлением. — И он оказал нам неоценимую помощь именно в стандартизации наших услуг. Это единая форма сотрудников, это единый стиль оформления, это единое программное обеспечение. У нас прописано все. Какие должны быть компьютеры, какое должно быть программное обеспечение, какие должны быть телефоны, как мы должны общаться с заявителями, как мы должны общаться с заявителями, у которых есть какие-то ограничения по здоровью. — Это основа, это база, мы ее придерживаемся. А дальше мы уже наращиваемся, смотрим, как нам лучше, что нам лучше. Вот, например, у нас положено по стандарту на каждые пять тысяч жителей должно быть одно окно. То есть по состоянию на сегодняшний день, если взять, то у нас должно быть 22 окна. В настоящее время у нас работает 32 окна, финансируется дополнительно. Это из бюджета нашего района. Главой принято такое решение, что это будет более правильно для жителей, это снизит время ожидания в очереди, это улучшит качество предоставляемых услуг. И плюс к этим 32 окнам у нас еще и 11 рабочих мест удаленных, которые тоже находятся в этом же штатном расписании. То есть вот таким вот образом организована работа. Есть городские округа, например, в Подмосковье, которые по административной единице, как именно городской округ, а не муниципальный район. И поселения не предусмотрены в городском округе. У них нет удаленных рабочих мест. У них все концентрировано в центре. А реально-то поселения остались на месте, деревни-то остались на месте, они же никуда не делись. Они называются теперь просто по-другому. Стали другой административной единицей. Но люди живут точно так же далеко от центра. И в нашем случае им не нужно ехать в центр, они могут у себя в поселении получить, причем весь комплекс услуг, которые предоставляются в центральном офисе. Либо, если им более удобно совместить эту поездку еще с какими-нибудь делами, они могут получить все эти услуги у нас в центральном офисе. Как я поняла, что приходят к вам клиенты за одной услугой два раза. Один раз приходят с пакетом документов, они сдают этот пакет документов, а потом приходят уже за готовыми документами. А между этими двумя посещениями тоже какое-то время проходит? Оно тоже регламентируется? Да. Это время регламентируется регламентами предоставления государственные и муниципальные услуги. У каждой услуги есть свой регламент. И там четко прописано, сколько времени дается на обработку документов в центре моей документы, сколько времени дается на передачу этих документов в то или иное ведомство, сколько исполняет эту услугу ведомство, и сколько дается на передачу нам. То есть все это дело регламентировано. Сроки могут быть разные. От трех дней, например, по регистрации граждан, до 45 дней, если это связано с регистрацией прав на каких-то имущественных прав. То есть если это большое такое задание, то оно и выполняется дольше. Да. И надо отметить, что это не просто время, на которое бумажка лежит, отлеживается, накапливается и ждет, когда соответствующий специалист освободится, чтобы заняться выполнением этой услуги. Нет. Дело в том, что программное обеспечение конструировано таким образом, что после заведения заявки в компьютер сотрудникам нашего центра, после прикрепления в электронном виде образа тех документов, которые издается, заявка в электронном виде отправляется в ведомство. После того, как оператор нажимает кнопку «Отправить в ведомство», автоматически программа рассылает межведомственные запросы в другие ведомства, где могут находиться данные, необходимые для выполнения той или иной услуги. А если там они долго тянут с выполнением работы? Значит, опять же, это все предусмотрено регламентом, регламентировано. И очень жесткий контроль за соблюдением этих регламентов. Вот, например, у нас в районе, поскольку курирует наше направление первый заместитель главы администрации Волков, Дмитрий Владимирович, который совсем недавно, чуть больше двух месяцев, начал исполнять эти обязанности. И это очень настойчивый, очень инициативный молодой руководитель, который понимает в тех процессах, которыми он руководит. И одно из направлений деятельности наших еженедельных совещаний, это те возможные просрочки, которые встречаются у нас, могут встречаться. Ведь мы не застрахованы и от сбоев в питании, сбоев в компьютерных программах. И чисто человеческий фактор – это просрочки, которые связаны со сроками исполнения услуг. Но здесь надо сказать, что в кодексе административных правонарушений существует специальный вид ответственности именно за нарушение правил предоставления государственных муниципальных услуг, в том числе сотрудниками многофункциональных центров. Какая же ответственность? Штраф или как? Да, там штраф. Там штраф до 5000 рублей. К нашим сотрудникам, слава богу, это пока не применялось. Но я знаю, что по проверкам Мингосуправления в двух районах Московской области в мае месяце соответствующие руководители были привлечены к такой административной ответственности. Именно по инициативе Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области, которая является нашим непосредственно прямым начальником и разработчиком всей нашей документации. То есть нас курирует это министерство. И мы полностью ему подотчетны, начиная от любой статистики, которая ведется. Плюс министерством полностью контролируется порядок предоставления услуг даже в части времени ожидания в очереди. Вы уже сказали, в сюжете было сказано о том, что внутренняя работа отслеживается через телекоммуникационную систему. Но это, наверное, тоже из ряда того, чтобы как раз избежать всех этих штрафов в том числе. А вообще, а как это проходит? Как это вообще? Что за система такая? Вот смотрите. Поподробнее можно? Постановлению правительства установлено, что время ожидания в очереди заявителя не должно превышать 15 минут в среднем. Но мы здесь понимаем, что 15 минут – это средняя температура по больнице, как говорят. Это может быть и одна минута в случае выдачи документов. Это может быть и час в случае сложной какой-то сделки. И если мы с вами вернемся на год назад, к самому периоду, то мне самому пришлось получить в одном из многофункциональных центров обратиться за получением услуги. Я прождал час 40 минут. Сдал документы. Удачно, правда. Но прождал час 40 минут. Я не знаю, как тогда считалось. Не написали в книгу жалоб? Нет. В книгу жалоб я не написал. А книга жалоб есть у вас? Да, книга жалоб есть обязательно. Более того, и она у нас подлежит постоянному контролю. Она у нас ежемесячно сканируется и предоставляется в многофункциональный центр Московской области для учета в рейтинге многофункциональных центров, которые у нас ежемесячно подводятся. Так вот о средней температуре по больнице, которую вы затронули. Сначала всех это устраивало. Среднее и среднее. Главное, чтобы она не превышала 15 минут. Но жители-то недовольны. Те, кто быстренько получил, ушел, для него это незаметно. Но те, кто просидел полчаса или час, он понимает, что это средняя температура, его не устраивает. Поэтому и наше министерство, и руководство нашей администрации поставило другую задачу. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут ни при каких условиях. Не в среднем, а в абсолютном исчислении. Совсем жесткие рамки. Жесткие рамки. Сначала мы думали, что они невыполнимы. Выполнимы. При правильной организации работы. Мы перестроили, для того, чтобы именно достичь этого результата, полностью работу всех операторов. Мы перестроили работу бэк-офиса. Мы поменяли какие-то функциональные обязанности. Мы ввели два новых дополнительных окна, которые занимаются только выдачей документов. А раньше этим занимались те же, кто принимал. То есть та минута, она уже... Абсолютно верно. И в результате мы достигли, что по состоянию на сегодняшний день, среднее время наше это 3 минуты. За последний квартал ни один заявитель не ожидал у нас более 15 минут. Как это отслеживается? У меня на рабочем месте и у каждого руководителя отдела, у каждого из моих заместителей на панели телевизора, на панели компьютерного экрана выведена специальная таблица, которая в реальном времени отражает время ожидания в очереди. Более того, эта таблица как по каждому МФЦ, так и сводом по Московской области имеется в нашем министерстве. И кто-то из сотрудников министерства постоянно мониторит эту ситуацию. Там все очень быстро видно. Там красным цветом тут же загорается строчка, в каком МФЦ время перешагнуло через 15 минут. И сразу же начинают выяснять, в чем дело, почему, с соответствующими объяснениями и принятием соответствующих организационных мер. Как получается, что, например, клиент закончил, специалист, наверное, куда-то там нажал? Или как это? Что он сделал работу? Как происходит? Пришел заявитель, мы ему помогаем взять талончик. Сначала он получает консультацию. Мы должны понять, что ему нужно. Он готов получить услугу или не готов? Если он подает, например, документы на загранпаспорт, он фотографию с собой взял или ему нужно еще и получить? Чтобы избежать того, что он берет талончик, идет в окошко, девушка начинает, у него оператор, принимать документы, выясняется, что у него нет фотографии. Она ему эту услугу закрывает как неоказанную, а он уже там потратил, к примеру, 5 минут, 10 минут в окошке посидел, пока дошли до фотографий. Потом выясняется, что не все документы. Поэтому все наши заявители сначала получают консультацию на ресепшене. Наш специалист, консультант, выясняет, какая услуга должна быть, какие необходимы для этого документы. После этого помогает правильно взять талончик, потому что там могут быть еще и услуги, связанные с оплатой госпошлины. И без оплаченной квитанции госпошлины у него тоже документы не примут. Аппараты по приему госпошлины находятся, терминалы прямо у нас рядышком. Все это дело наш специалист подскажет и научит, как это сделать. Вот взял заявитель талончик, пошло время ожидания в очереди. До того момента, когда он не будет вызван по громкой связи и не загорится соответствующий номер с очереди в том или ином окошке. Похоже на этот Сбербанк. Да, абсолютно. Это происходит автоматически, вмешаться в это практически невозможно, за исключением только если специалист раньше освободился и сам принудительно вызывает пораньше заявителя. Заявитель попадает в окошко, обслуживается. Как только мы в программе нажимаем «приняты документы», автоматически очередь понимает, что этот специалист освободился, надо к нему вызывать следующего клиента. Вот так вот это примерно и происходит. То есть такая, в общем-то, я просто смотрю на то, что специалисты это действительно такого высокого, с большой буквы специалисты, потому что сколько им нужно знать, как готовят кадры. Я бы хотела начать вообще тему кадров ваших, тему ваших сотрудников. Но прежде мы, опять же, наверное, посмотрим сюжет, который тоже подготовили наши корреспонденты. Они как раз о том, как выбрали лучший отдел в вашем центре. Очень интересно. Давайте посмотрим. Давайте. С течением времени МФЦ предлагает все больший спектр услуг. Для этого в целях стимулирования сотрудников на повышение профессионализма и производительности труда были созданы специальные критерии оценки их работы. По этим критериям мы подводим итоги и выбираем двух сотрудников, лучших сотрудников месяца. Это лучший сотрудник отдела приема заявителей и лучший сотрудник так называемого бэк-офиса, то есть отдела обработки документов. Главный специалист отдела подготовки документов Марина Боева получила звание работник месяца за помощь в обучении новых сотрудников, одновременно успевая заниматься своими основными обязанностями – обработкой документов и заявлений посетителей. Необходимое качество работника МФЦ – стрессоустойчивость. Это было около месяца назад. Обращался мужчина за услугой регистрации по месту жительства. У него не было, соответственно, необходимых документов для представления этой услуги. Он настаивал. Пришлось вызвать сотрудников полиции. Он попытался с кулаками выяснить этот вопрос. Умение урегулировать конфликтную ситуацию и найти подход к каждому клиенту – один из пунктов регионального стандарта госуслуг. Ведь, как известно, клиент всегда прав, конечно, если не переходит за рамки дозволенного. Также отдел подготовки отслеживает курьерскую службу и производит контроль выдачи готовых документов. Большой объем у нас сейчас услуг – муниципальных, региональных, федеральных. То есть различные ведомства различного уровня взаимодействия идет ежедневно со всеми структурами. Список услуг, предоставляемых в МФЦ Ленинского района, увеличивается, а сотрудники стремятся постоянно повышать уровень собственной квалификации. Дмитрий Книга, Константин Брлов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Сотрудники, я так понимаю, у вас это ценно очень для вас, особенно хорошие сотрудники. Как готовятся сотрудники ваши, прежде чем приступить к работе, полноценно уже? Вы знаете, система МФЦ существует в Российской Федерации более трех лет. И за это время сформировался очень большой корпус специалистов в этой области. Это специалисты, которых нельзя просто взять с улицы и посадить за компьютер, и он начинает работать. Как, например, специалист, который закончил институт по какой-либо специальности, пришел и сразу же начал работать. Будь то юрист, будь то дорожник, водитель или еще кто-то. Эти специалисты, которые работают в МФЦ, их, к сожалению, не готовят нигде централизованно. Наверное, с чем это связано? В квалификационном справочнике рабочих и служащих нет специальности такой оператора многофункционального центра. Может быть, требуется законодательное, либо нормативное, вернее, более правильно сказать, не законодательное, а нормативное регулирование этого вопроса. Тогда возникнет и необходимость, вернее, необходимость есть, но тогда возникнет правовое основание для подготовки этих специалистов. Хотя колледж Московия, который находится на территории нашего района, готов готовить специалистов. Мы начали переговоры очень активные с руководством колледжа. Я думаю, что эти переговоры приведут к тому, что в рамках дополнительного образования мы будем готовить специалистов. Это было бы очень хорошо своих. Да, а пока обходимся собственными силами. Мы заработали специализированные программы. И когда мы ожидали, что в январе месяце у нас будет достаточно большое 30% увеличение персонала, мы заранее набрали группу в течение полутора месяцев учили, набрали мы более 30 человек. Но, к сожалению, дошло до финиша, у нас только 12. Это говорит о чем? Не о том, что слабенькие люди пытались освоить эту специальность, а о том, что специальность очень сложная. Требования высокие. Требования очень высокие, потому что есть услуги несложные. Получение охотничьего билета. Заполнил заявление, приложил фотографию, отправил в ведомство. Есть услуги очень сложные. Это оформление многосторонних сделок, которые отягощены еще, к примеру, ипотекой. Там нужна очень хорошая юридическая подготовка, чтобы принять документы, таким образом проанализировать, чтобы при поступлении в ведомство не было возврата заявителю. Последствия могут быть очень печальные, если будет возврат, либо сделка сорвется, либо какие-то кредитные обязательства будут в результате этого нарушены. Поэтому ответственность очень велика. Учим сами. Плюс у нас есть специализированная компьютерная программа, которая разработана для нас министерством, где можно пройти вебинары соответствующие, где можно пройти обучение. И, конечно, неоценимую помощь нам оказывают ведомства. Это и наша соцзащита, это ЗАГС, это архив, это ФМС, которые приходят нам практически на еженедельной основе, рассказывают о тех изменениях, которые произошли у них в нормативном регулировании, предоставлении той или иной услуги. Мы задаем вопросы, делаем разбор тех ошибок, которые могут встречаться. И все это способствует повышению качества предоставляемых услуг и к тому, что специалист растет. Специалист становится, если так можно выразиться, незаменимым. И мы сознательно делаем этих специалистов незаменимыми для того, чтобы, с одной стороны, они дорожили своей работой, с другой стороны, чтобы мы дорожили этими специалистами, зная, что подготовить след другого специалиста на его место, это не только дорого, но это еще и займет много времени. Я так понимаю, что у вас хватает сейчас специалистов, поскольку у вас окон больше, чем положено, как вы сказали до этого. Ну вот, благодаря, опять же, правильным пониманиям нашей администрации, тех задач, которые стоят перед этой отраслью, можно говорить уже об сложившейся отрасли, да, специалистов хватает, хотя обновление все равно идет, потому что тяжелая работа, очень большая стрессоустойчивость нужна, очень познания должны быть. Не всех устраивает зарплата, вот, поэтому какие-то подвижки есть. Учим, обучаем, принимаем на работу новых, присматриваемся, остаются лучшие. То есть, если кто-то вот захочет прийти, он, в общем-то, может попробовать себя в этой... Вы знаете, если кто-то ищет работу, и он хочет работать в МФЦ, он будет работать в МФЦ. Условия у нас какие? Заработная плата у нас 38 тысяч рублей. Для того сотрудника, потенциального, да, работника, который ищет работу, работа рядом с домом, не надо ездить в Москву никуда, тратить ценой бензии, тратить время. 38 тысяч рублей, я считаю, что это неплохая зарплата, тем более в условиях кризиса. А график там, ведь выходные вы же работаете еще? Мы работаем без выходных дней, то есть у нас только общегосударственные праздники являются нашими выходными. Графика у нас бывает разная. У нас есть график два через два, вот по 12 часов работают в смену, есть пятидневка. Мне, например, очень понравилось, что у вас вот могут поставить оценку клиенты, да, за работу, это какой-то стимул. Также вот выбираете вы лучший отдел, лучшего сотрудника, это ведь тоже стимул. А вообще вот это только как бы на словах, то, что это лучший отдел, или это как-то еще стимулируется иначе? Ну, в настоящее время, к сожалению, это только моральное поощрение, да, вот, поскольку у нас заработная плата у сотрудников складывается из оклада, премии ежемесячной, набавки за сложности, напряженности работы, вот, но у нас есть еще ежеквартальные премии, да, которые, вот, здесь вот больше возможностей для стимулирования. Ну, и, конечно, работник будет приятно, ваши корреспонденты, находясь в здании, видели, что их фотографии находятся на всеобщем обозрении. То есть такое уважение и почет? Да, конечно же, это приятно. Я хочу сказать, что у нас коллектив, конечно же, обращает внимание и старается. Мы на каждой планерке ежедневно обязательно оглашаемся те благодарности, которые попадают в нашу книгу заявлений. Их достаточно большое количество. А потом коллектив молодой, вот, у нас и девушек очень много молодых работает, у нас и молодые ребята работают. Наверное, уже как-то вот и какие-то традиции появляются? Традиции, вы знаете, наверное, да. Традиции – это совместные праздники, совместное обсуждение наших проблем, откровенный разговор какой-то о том, что у нас происходит, как нам сделать работу лучше. График работы не позволяет больше времени уделять, например, как в других организациях, к тому же, тем же спортивным соревнованиям там или еще что-то. Но мы не стоим в стороне от городских мероприятий. Мы очень активно участвовали в субботнике. Причем мы убирали не только территорию нашу, закрепленную за МФЦ, мы убирали городскую территорию, помогали городу в уборке территории. На бессмертный полк сколько вы сделали? Да, наши сотрудники явились инициаторами абсолютно безвозмездной акции. Это изготовление портретов для участия в шествии в бессмертный полк. Более 500 портретов мы не только, не просто изготовили, мы оцифровали эти фотографии. Некоторые приносили фотографии размером 3 на 4 в очень плохом качестве, а получили на формате А3 эти фотографии уже совсем в другом качестве. И плюс на диск себе еще или на флешку записали для того, чтобы можно было эти фотографии где-то использовать еще. Ну вот есть у нас такое дело. Потом наши сотрудники выступили инициаторами очень хорошего мероприятия в холле нашего основного здания. Я не обратил внимания в сюжете это было или нет. Мы организовали выставку детских рисунков нашего художественного технического лица, школа номер 3 города Видное. И многие посетители, которые приходят, обращают внимание и с очень большим интересом, и уважением относятся к этой организации учебной, в которой такие талантливые дети учатся. Вот и такой деятельностью мы тоже занимаемся. Но насколько я знаю, у вас ведь и комната есть для детей игровая, если родители пришли с детьми. Да, детская игровая комната, это не наше ноу-хау, это обязанность наша, которая предусмотрена региональным стандартом. У нас обязательно должен быть либо уголок, либо комната. У нас на первом этаже комната, на втором этаже небольшой уголок. Ну а там кто-то работает за этой комнатой? Нет, никто не работает. Как правило, родители сами решают эту проблему. К сожалению, у нас нет возможности содержать штатного сотрудника для этой цели. Хотя, например, для другой категории посетителей, это посетители с ограниченными возможностями, у нас в должностных инструкциях некоторых сотрудников прописана обязанность оказывать содействие при прохождении, при консультировании и при получении услуги, именно оказывать содействие людям с ограниченными возможностями, делая все возможное для этого. Мы немножко недоговорили, вернее начали тему традиции, да, а вообще какой-то есть у вас свой праздник профессиональный? Да, да, у нас есть свой профессиональный праздник, причем у нас два профессиональных праздника, как оказалось в нашем ОВЦ. 9 января это день, когда регистрационная палата, когда было зарегистрировано наше учреждение, да, вот, и 4 сентября это день, когда наше здание было сдано в эксплуатацию, была перерезана ленточка и мы начали работать. То есть один праздник это общий для всех, наверное, многофункциональных центров, да? Нет, 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 это создание именно нашего, да. А, нет, мы просто создались, полгода мы готовились и через полгода мы въехали в это здание и начали работать. Вот так вот, наверное, более правильно сказать. Ну вот, казалось бы, уже, ну, столько сделано, но ведь планы наверняка еще есть и наверняка они большие, потому что все равно вот на самом начале еще развития. Вы знаете, очень тяжело успевать за этими планами, вот почему, потому что, вот опять же, министр наш Максут Игоревич Шадаев, молодой организатор, молодой руководитель, очень инициативный и где-то опережает все инициативы, которые в Российской Федерации, вот, в плане МФЦ сейчас проходят. Что придумали сейчас, что нового и над чем мы сейчас работаем? Это такая, так называемые, комплексные услуги, когда у человека возникает необходимость получения не одной какой-то услуги, а в связи с каким-то жизненным его событием ему сразу несколько услуг. Например, рождение ребенка, свидетельство о рождении получить надо, зарегистрировать по месту жительства надо, пенсионное страховое свидетельство оформить надо, польза обязательного медицинского страхования оформить надо. Да, и вот сейчас мы работаем над внедрением этой услуги, чтобы один раз пришел к нам родитель, да, вот, и за один раз получился комплекс всех тех услуг, а их в общей сложности у нас насчитывается 19 или 20 услуг, которые можно получить при рождении ребенка, включая пособие, чтобы он все это мог получить. Сейчас мы это оттачиваем, сейчас у нас как пилотный проект по этой услуге. Я думаю, что в скором времени она заработает полностью. Это одно направление. Второе направление, мы должны этим летом полностью сформировать банк услуг для предприятий малого и среднего бизнеса. Это тоже ноу-хау Московской области, сейчас пилотный проект работает на базе Одинцовского МФЦ, показывает свою эффективность, когда представители бизнеса, бизнес-сообщества могут прийти в отдельно выделенные для них окна и получить те или иные услуги. Вот в настоящее время чуть больше 100 услуг насчитывается, которые мы готовы для бизнеса осуществлять, это и получение разрешения на строительство, присвоение паспорта объекту, это и получение лицензирования алкогольной продукции, лицензирования такси и прочее, прочее. Их очень много, более 100 услуг таких. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы выделить отдельные окна именно для юридических лиц, для представителей бизнеса, для того, чтобы оказывать эти услуги в приоритетном порядке. А юридическим лицам вообще сейчас еще пока не предоставляется? Предоставляется, но они идут у нас сейчас все вместе, все вперемешку. Мы хотим их выделить и разделить с физическими лицами. Это не будет означать приоритет одних перед другими, это будет означать некую специализацию. И должно в общей сложности ускорить прохождение документов. Так, еще что у вас? И еще услуга, которую следует отметить отдельно, это функции паспортного стола. Это очень важная ведь услуга, потому что, вот насколько я знаю, в паспортный стол бывает, можно целый день простоять. Не, не хотелось бы обижать коллег. Ну, нет, это не потому, что они плохо работают. Я просто думаю, что система сама многофункционального центра, она изначально начала строиться так, как она должна. А многие ведь структуры работали по тем вот советским еще правилам. Абсолютно верно. Вот сейчас мы попробовали уже осуществлять функции паспортного стола по собственникам жилых помещений. То есть, это те, у кого в собственности жилые дома. Ну, или часть жилых каких-то строений. Вот сейчас прописаться, как мы говорили раньше, то есть, зарегистрироваться или сняться с регистрационного учета, они могут уже только через МФЦ. То есть, они приходят к нам, мы оформляем все их заявления, потом мы передаем ФМС, или сейчас эта организация, наверное, будет называться как-то по-другому в связи с переименованием. Они их регистрируют, мы выдаем документы. На все, про все три дня дается. Вот, то есть, нет необходимости ехать в территориальное подразделение ФМС, стоять там в очереди. У нас в более комфортной и быстрой обстановке они все это могут получить. На повестку дня стоит вопрос и перевода многоквартирных домов, то же самое, на эту систему. Сейчас мы очень активно работаем с управляющей компанией нашей муниципальной. Мы установили у себя уже программное обеспечение, которое позволяет нам выдавать копии финансово-лицовых счетов, справки с домовых книг. И в скором времени, я думаю, что до конца лета или в начале осени мы будем готовы к тому, чтобы принять специалистов паспортного стола уже у нас. К чему это ведет? Вот, до недавнего времени только в управляющей компании работало 11 специалистов паспортного стола. Мы эту проблему закрываем тремя-четырьмя специалистами. То есть это налицо значительное сокращение. Плюс МФЦ является центром притяжения жителей, которые желают получить те или иные услуги. Это, наверное, будет тоже более правильно сделать. Плюс, если сейчас управляющая компания по поселениям сократила своих паспортистов, то у нас, наоборот, есть удаленные рабочие места в поселениях. Мы готовы опять на базе поселений предоставлять эти услуги, что жителям будет очень-очень удобно. Но работа предстоит очень большая, организационная, потому что это архивное хранение этих документов, это программное обеспечение. Но нет ничего недостижимого. Я думаю, что раз вы так вот вообще, у вас так вот все построено, все строго, наверное, вам все это должно удастся. Давайте пройдемся немножко по вопросам. Нам дело в том, что вопрос начали присылать еще до эфира. И сейчас присылают, я смотрю. Ольга Антоновна, пенсионерка, потеряла социальную карту. Могу ли восстановить ее через МФЦ или нужно идти в соцзащиту? Нет, в соцзащиту ходить не нужно. Необходимо прийти к нам. К сожалению, в случае утери социальной карты, это услуга платная. Стоимость ее где-то порядка 120 рублей, и плюс банк берет какие-то свои проценты. Все это можно оплатить в наших терминалах, которые находятся прямо у нас. Нужно просто прийти с паспортом, и мы все оформим. Она получит временную социальную карту, а через месяц получит постоянную. Ну, как это было, как это в соцзащите, то же самое. Да, в общем порядке. Татьяна, единственное, что, пользуясь случаем, поскольку я озвучил вопрос, что необходимо будет оплатить вот эту пошлину, отвлекаясь от вопросов, мы сейчас обязательно ответим на все остальные вопросы, хочу сказать, что наш центр работает абсолютно бесплатно по всем направлениям. Некоторые заявители путают, когда они приходят и заказывают какую-то услугу, им говорят оплатите госпошлину, они говорят, как, почему я должен платить, это же все бесплатно должно предоставляться. Сама услуга бесплатна, но по ряду услуг есть государственные пошлины. Эта государственная пошлина может составлять 200 рублей, может и 5000 составлять, в зависимости от той услуги, за которую обратился заявитель. Вот это первое, что нужно иметь в виду. Второе, что нужно иметь в виду, есть ряд услуг, документы, по которым обязанность сделать сам заявитель. Например, он должен сам написать заявление на получение, к примеру, заграничного паспорта. Оператор МФЦ не может за него заполнить это заявление, это должен сделать сам заявитель. Но он может обратиться либо в специализированную организацию, у нас на территории МФЦ есть такая организация, которая может ему за дополнительную плату помочь заполнить это заявление, либо наш специалист тоже может заполнить, но за плату, размер этой платы установлен специальным постановлением главы Ленинского района, есть специальный прескурант, денежки поступают через терминал на расчетный счет МФЦ, в этом случае мы можем за плату эту услугу заявителю оказать. Вот это я хотел бы отметить. Так, еще вот, а какие еще утерянные документы можно восстанавливать в вашем центре? Это уже вот как бы я так себе дописала вопрос этот. Все те документы, которые заявитель может у нас получить, он может и обратиться с заявлением об их восстановлении. Понятно. Дальше. У меня двое детей. Можно ли сделать в паспорте отметку в графе «Дети» у вас? Или вы такую еще услугу не предоставляете? Ну, знаете, да, там есть графа «Дети» в паспорте. Я думаю, более правильно нужно обратиться все-таки в ФМС, для того, чтобы они на основании свидетельства внесли. В ЦИЭ эту услугу не предоставляют. Хорошо. Дальше. Сергей Леонидович, многодетный отец, планирую подать документы на землю, вот которые выдают многодетным, я так понимаю, да? Каковы должны быть мои шаги? Сергей Леонидович, следует обратиться в МФЦ, и при условии соблюдения ряда критериев, как, например, проживание на территории Московской области более пяти лет, наличие детей и подтверждающих документов, что он является многодетным отцом, просто обратиться к нам, и мы все оформим. Я так понимаю, что сначала можно в любом случае даже позвонить, да? У вас ведь несколько телефонов есть. Да, у нас работает колл-центр, три номера телефона, очевидно, будут выведены. Да, мы попросим сейчас вывести на экран телефоны колл-центра, чтобы все их увидели и смогли записать. Да, и наши специалисты проконсультируют абсолютно по всем вопросам, которые связаны с той или иной услугой, порядка ее получения, и все нюансы, которые с этим связаны. Если есть необходимость, мы свяжемся с соответствующим ведомством, уточним и обязательно дадим заявителю ответ. Так, ну тут вопросы такие задаются, уже большая ли у вас текучка кадров. Ну это мы уже говорили об этом, и сколько составляет средняя зарплата. Вы это уже нам рассказали, так что я думаю, что это просто вопрос был, наверное, задан, когда мы еще об этом не говорили. Дальше. К сотруднику, которому поставили плохую оценку за обслуживание клиента, какие-то применяют меры? Ирина спрашивает. Это любопытство такое. На самом деле это очень правильное любопытство, потому что любой заявитель, который ставит оценку, он имеет право рассчитывать, что его голос будет услышан. И его голос не может потонуть в общей оценке, в общей положительной оценке деятельности МФЦ. И каждый случай неудовлетворительной оценки, каждый случай жалобы, которая к нам поступает, становится самым предметным рассмотрением руководства. Естественно, есть... Но, опять же, у нас есть возможность проверить, почему была поставлена та или иная оценка. Не всегда она бывает объективна. Но все заявители, и у нас есть соответствующие предупреждения, должны знать, что все, что происходит в многофункциональном центре, все фиксируется на видеокамеры с возможностью их просмотра и с возможностью прослушивания голосового... того голосового диалога, который проходил между заявителем и оператором. Поэтому мы все это перепроверяем в обязательном порядке и делаем конкретный разбор. Не всегда бывает так, что заявитель прав. Так, и вот пока у меня последний вопрос на сегодня. Почему на парковке возле МФЦ так мало инвалидных мест? Арнольд Петрович спрашивает. Я так понимаю, что это для парковщиков? Да, уважаемый Арнольд Петрович, мы пытаемся отслеживать порядок и правила парковки автомобилей на нашей стоянке. По нормативам на нашей стоянке должно быть три места для парковки машины. Но они есть. Просто туда ставят часто машины, видимо. Да, мы сделали не три, мы сделали четыре. Добавили еще одно место. К сожалению, не все водители добросовестно и с пониманием относятся к выделению этих специальных мест и ставят свои автомобили даже тогда, когда парковка свободна. Потому что им удобно, это место более широкое, имеет соответствующую разметку, более комфортно из него выходить и недалеко идти до входа. Но я хочу сказать, что сейчас мы решили вопрос с финансированием, расширение нашей парковочной зоны. Это связано не только с тем, что парковка маленькая стала, хотя норматив мы выполняем, но тем не менее, особенно в обеденное время, очень большое количество людей приезжает на своих личных автомобилях и с парковкой очень тяжело. И мы сделали соответствующую заявку в администрацию, сейчас разработаем проект. Зона парковки будет увеличена в три раза, и у нас появится еще то, что было упущено при проектировании, это пожарный проезд. Понятно. У нас осталось, к сожалению, всего полминутки, поэтому мне бы хотелось пожелать вашему центру такой работы плодотворной, чтобы вам сложно было выделять каждый месяц лучших, чтобы они все были лучшими. Спасибо вам большое за интересную беседу, за разговор наш. Я думаю, что зрители услышали много полезного для себя, и я думаю, что это, конечно же, далеко не последняя наша встреча. Спасибо большое. Я, в свою очередь, благодарю всех жителей района, которые приходят к нам в центр. И мне очень хочется надеяться, что все вопросы, которые у вас возникают, мы будем всегда решать в общем взаимопонимании. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что этот вечер были с нами. Всего вам самого доброго и до свидания. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин